В этом году омские спортсмены вступили в борьбу за награды вторых европейских игр, собравших более 4 тысяч участников из 50 стран. В итоге наши атлеты завоевали 6 медалей престижных стартов. Золотые в стрельбе, спортивной аэробике и художественной гимнастике, бронзовые в гимнастике и гребле. Первую награду в копилку Омской области принесла Виталина Бацарашкина. Вместе с иркутским спортсменом Артемом Черноусовым она завоевала чемпионский титул в соревнованиях смешанных команд в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров. 28 июня Виталина вернулась в Омск, где ее встречали родные, друзья и наставники. Очень интересный опыт. Это почти как Олимпийские игры. Деревня олимпийская, прям настоящая. Все на высоком уровне и такие прям достойные соревнования. Нас с Артемом спрашивали еще там, когда мы только вышли с финала. А когда вы поняли, что у вас победа или что-то такое? Я сказала, что я как пристрелялась, так сразу поняла. Ну, обычно не бывает такого прям, что прям, ух, что-то понял сразу. А как-то тут, ну, оно все так пошло и так и получилось. В составе сборной страны по художественной гимнастике наш регион представляли Анастасия Шишмакова и Вера Бирюкова. Россиянки стали чемпионками в групповых упражнениях с пятью мячами. Бронзовую награду гимнастки завоевали в упражнении с тремя обручами и четырьмя булавами. Мастер спорта международного класса Роман Семенов в составе сборной России по спортивной аэробике стал обладателем золотой медали в групповых упражнениях. Редактор субтитров А.Семкин Роман вернулся домой чуть позже Виталины, заехав по пути в Тюмень, чтобы провести мастер-класс для юных спортсменов. Сейчас в Тюмень проходили сборы для детей, и это были вторые сборы по счету, и я уже стал частью них, и я не мог отказать другу, который позвал меня на них. Встречать Романа на вокзал приехали коллеги по цеху, которым не терпелось взвесить медаль и узнать из первых уст об эмоциях от выступления. У нас у единственных в мире состав состоял только из мужиков, и наша композиция просмотрелась мощнее, музыка была подобрана наилучшим образом, программа хорошая составлена. Самый сильнейший состав России. Ну, в общем-то, это и сказалось на самом выступлении. Программа относительно новая, потому что мы с ней выступали всего на одних соревнованиях, вот на чемпионате Европы, который пришел, ну, около месяца назад. И потом мы вернулись с чемпионата Европы, у нас было всего пару недель перед европейскими играми. Тепло Романа встретили не только дома. Он отметил, что поддержка болельщиков на играх в Минске была просто колоссальной. Беларусь очень хорошо и тепло встречала русских спортсменов, и просто, в принципе, к России относятся очень тепло и душевно. Мы были в доме болельщиков. Вот это самое классное, наверное, место было в Минске, потому что там, ну, очень классная атмосфера. Тебя встречают, поздравляют, когда, ну вот, мы с медалями вернулись. Министр спорта говорит речь и, ну, дарит еще какие-то там медали, цветы. Три бронзы добавили в медальную копилку Омской области грибцы. Анастасия Панченко стала третьей в байдарке-двойке на дистанции 500 метров. А Роман Аножкин и Владислав Литовко также завоевали медаль в байдарке-двойке, но на тысячи метрах. 11 июля спортсменов и тренеров чествовали в региональном министерстве спорта. То, что наши спортсмены в Омской области завоевали три золотых, три бронзовых медали, причем были так широко представлены, получается, в четырех видах спорта, это очень говорит о многом, о том, что наши спортсмены и конкурентоспособны. А самое главное, что у нас есть медали и наши представительства в сборной по олимпийским видам спорта, в том числе, очень прилично. И тем более предолимпийский год. Глава ведомства Дмитрий Крикорьянц вручил всем причастным к спортивным успехам на европейских играх благодарственные письма, а журналисты охотно задавали вопросы спортсменам. Анастасия Панченко, которая пробыла в Омске всего несколько дней и отправилась на очередные сборы, поделилась секретами успешного выступления в паре с Кирой Степановой. Технически работа у нас совпадает. Мы чувствуем друг друга, работа ног внутри. Это, наверное, одно из главных, как получается, попадание друг в друга. И это у нас есть. Нам надо просто нарабатывать сейчас дистанционную скорость, выносливость, чтобы вторую половину дистанции удерживать. А Владислав Литовка, для которого эта награда стала первой на соревнованиях международного уровня, рассказал о спортивных планах на ближайшее будущее. Радость, она, конечно, присутствует, но я считаю, что еще обольщаться не нужно, потому что главный старт впереди. А самый главный старт – это Олимпийские игры в Токио, где мы планируем взять медали. Находясь в Омске, Владислав не упустил возможности посетить областные соревнования по гребле, на которых еще несколько лет назад выступал сам. А теперь он делился своим опытом с ребятами, которые учатся в его родной спортивной школе, и вручал им заслуженные награды.